всем привет подоспела очередная порция ответов на вопросы перед всеми камрадами и камрадшими прошу прощения за столь долгое молчание во первых мы переезжали в новую нору это во первых во вторых мы вынуждены были эвакуироваться в отпуск а в третьих электронный болван вот этот ролик который мы сейчас записываем это уже второй раз он его сожрал просто короче говоря остались мы без ролика поэтому вот извините сварщики мы пока еще не настоящие выкручиваемся как можем поэтому с некоторым запозданием очередная порция ответов на вопросы итак поехали андрей капитонов спрашивает ваше мнение по поводу учебника по истории россии ею спицына это не учебник по истории от слова совсем потому что учебник это довольно специфический жанр методической литературы который должен быть положен на план сетку занятий иметь проверочные вопросы задания в обязательном порядке по окончании каждого урока чего вы пятитомники списано не представлено это во первых во вторых многие вопросы особенно средневековые вопросы евгений юрьевич освещает прямо скажем предвзято в местах более позднего временного освещения в которых я разбираюсь несколько хуже мои товарищи находили просто плагиат то есть некий копипаст без ссылок все это недопустимо поэтому мое отношение строго негативное тем более что сдавали мы на него деньги именно как на учебник имея ввиду что евгений юрьевич директором школы много-много-много лет проработал и как выглядит учебник точно знает разочаровавшка дальше йорк винтер спрашивает читал где-то что люди меча носили очень-очень длинные потены люди же денег покороче люди плуга но совсем короткие были ли какие-то стандарты длинные оговорены наверно не потены а булены потены такие галоши деревянные или толстокожаные которые одевались на обувь булены ну да есть такая некая усредненная схема что знать должна была носить носы подлиннее но по факту конечно это соблюдалось только в виде некоего функционала потому что когда ты ходишь за плугом очень длинные узкие носы и системы мечта хатабыча не более то удобны а так конечно это все были благие пожелания евгений новицкий здрасте клейм александрович здрасте первый свой вопрос я задавал в предложку группы по поводу разбора книги n никулина воспоминания о войне но ответа так и не получила очень бы хотелось по поводу книжки н никулина во первых ну кто не знает это не юрий никулин который тоже воевал на войне это николай никулин который являю являлся сотрудником государственного эрмитажа моей малой родины так вот книжка никулина во первых написано если не ошибаюсь в 75 году то есть через 30 лет после победы и во вторых наполнено таким количеством внутренних нелогичностей я не говорю про конкретную манеру подачи материала я говорю о том что он сам собой не бьется повествование решено внутренней логики у меня четкое ощущение что писал это не никулин что писали это гораздо позже и за никулина потому что такого набора антисоветского бреда я даже представить себе не могу чтобы человек в 75 году писал такое вдумайтесь там автор от лица самого себя когда описывает те или иные боевые действия положительно на фронте наши советские войска называют иванами иванами то есть ровно так как нас называли фашисты как бы он не любил советскую власть допустим такое называть своих иванами он бы не стал он бы сказал что хиты безалаберные русские что-нибудь такое но короче говоря это однозначный маркер того что писал это не советский человек что писали это где-то в недрах какого-нибудь издательства посев или других мерзавцев такого же разлива также хотелось бы задать второй вопрос в настоящее время при капиталистическом укладе существует много разных способов засуга таких как бар рестораны коллекционирование статуэток и так далее и так далее допустим пришли коммунисты что произойдет со всем этим все заведения закроются или перейдут под государства как изменится повседневная жизнь обычных граждан ты знаешь я прожил в советском союзе где конечно уже был совсем излёт социализма но все-таки огромные уродимые пятна на нарождающемся государственном капитализме еще имели место так вот с барами и ресторанами а также коллекционированием статуэток марок монет и так далее был полнейший порядок причем доложу тебе порядок был куда сильнее чем сейчас потому что я школьник обладая неким условным приработком я смог собрать очень неплохую коллекцию старинных монет просто посещая но математический клуб в цепи кого стоил это по современным меркам просто копейки но конечно коллекция моя это не настоящая коллекция хорошо разбирающегося профессионального коллекционера своего дела но для школьника я вас уверяю было неплохо про марки вообще молчу магазины филателлист были везде ну и это ресторан метрополь ресторан север ресторан астория дайте я потом как-нибудь перечислю любимые злачные места друзей моих родителей так что я думаю ничего не поменяется в этом отношении клим саныч когда будет следующая серия про религиозные войны но сразу видно мы с нашим роликом запоздали религиозные войны все полностью уже выложены на канале дмитрий юрьевич александр матвеев оправдались ли ваши ожидания насчет игры kingdom come deliverance какие у вас общие впечатления данного продукта игровой индустрии ну короче говоря игра хорошая она такая я бы сказал гиковая то есть играть в нее прям нужно заморачиваться сидеть все страшно интересно в общем не без красот очень здорово попытались ключевой попытались воссоздать антураж но правда конечно удалось лишь отчасти потому что костюмы местами откровенно странны а местами просто неправильные особенно если мы говорим про костюмовое снаряжение каких-то половцев которые откуда-то оказались пятнадцатом веке в чехии же бред короче говоря вот все эти вот половцы это какие-то завоеватели с марса но при этом великолепного созданная архитектура и интерьера просто отлично вообще но лично для меня такая игра слишком сложная не пришлось бы на нее потратить слишком много времени я такого не осиливаю я в нее поиграл дня четыре поняв что она слишком круто для меня завязал но всем интересующимся советую никита корсаков или корсаков или не знаю как тебя правильно звать после гражданской войны политические элиты российской империи были уничтожены или рассеяны откуда в ссср появились новые кто они куда делись политические элиты ссср после развала после гражданской войны политические так называемые элиты прошу прощения российской империи не были уничтожены Или рассеянные Они были частично уничтожены и рассеяны Потому что политическая элита Это предыдущие представители правящего класса Их подвинули Вместо них пришли другие люди Не менее заслуженные Я вас уверяю Откуда в СССР появились новые? Во-первых, никаких элит В СССР наверху не появилось Потому что элита Это школьный учитель Инженер на заводе Чертежник за Кульманом Врач у операционного стола И передовик-комбайнер в поле Вот это элита Все остальное не элита А обслуживающий персонал Который обслуживает тот или иной Правящий класс Вот у нас правящий класс был Рабочие и крестьяне Трудящиеся Вот они были элитой То есть подавляющее большинство населения И это подавляющее большинство населения Выдвинуло своих представителей Ленина, Сталина, Свердлова, Жданова, Молотова И многих других уважаемых людей Как и правящий класс до того Как и после этого Михаил Самоваров спрашивает В своих роликах и книге Солдат Императора Отличная книга Спасибо, комрад Вы постоянно говорите Что легионеры, ланскнесты И другие ратные люди Ощущали себя как единая корпорация А-ля цех И соответственно Имели свои обычаи и привычки Что чужаку было бы трудно Влиться в коллектив Вопрос Есть ли этому Документальные подтверждения Чего? Вливание чужаков В творческий коллектив? Нет, таких документальных подтверждений нету Люди, которые вливались в эти коллективы Как правило Не умели ни писать Ни читать Или если умели Не имели такого досуга Правда У нас есть Замечательные Дневники Которые оставил нам Николас Гульди И Пауль Дольштейн Два простых солдата Которые оказались в ланскнестах Вот там описаны Разнообразные неприятности Которые с ними случались И чуть более позднего времени Великолепный дневник Патрика Гордона Который у нас Издан по-русски Вот почитайте Как молодого человека Приняли в рейтарской роте Что пришлось ему сделать Чтобы заслужить там уважение Это, прямо скажем Непростое было мероприятие Его страшно чморили И подвергали дедовщине До тех пор Пока старый рейтар Не сообщил молодому Когда Над тобой издеваться будут Молча Доставай палаш И бей по голове Вот после этого Когда он подрался Примерно на 8 или 9 дуэлях Подумали Что этого молодого Лучше не трогать Вот собственно и все Вот такое вливание Ну что Давайте Сейчас мы маленький ролик сделаем Посмотрим Как оно все пройдет И дальше будем двигаться По наказанной На сегодня все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok